Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. В этот раз мое видео несколько неожиданно для некоторых, но конструктор, он и в Африке конструктор, а поскольку мы на протяжении многих лет все-таки немножечко шьем, поэтому в этот раз видео посвящено швейному делу, в частности фурнитуре, которая используется при производстве изделий, верхней одежды. Значит, смотрите, в чем фишка этого видео. Кто профессионал, кто работает в этой области, знаю, что бывают такие проблемы с подбором фурнитуры в пуговицы, в цвет изделия. Вот нету бывает нужного оттенка или какого-то фактуры, и начинаешь вот это искать, мучиться, как это сделать, заказ, когда составляющих нет. В свое время выручала такая штука, периодически приходит мода на такие пуговицы обтяжные. То есть там идет специальная матрица, она состоит тоже из нескольких частей, то есть кольцо, фиксирующая металлическая пластмассовая вставка и декорирующая элемент, это ткань, которая придает цвет пуговицы. Но есть один недостаток в производстве этих пуговиц, потому что нужна вот эта матрица, размеры пуговиц разных и для каждого этого размера нужна матрица, станок. Короче, дело это такое конительное, ставить их тяжело, собирать. Короче, мне не понравилось в свое время. Вот, но вот сама идея, опять же, что использовать обрезки тканей, которые есть в наличии, использовать их в качестве цвета для пуговицы, это мне понравилось. Я решил придумать, каким образом сделать такую пуговицу, чтобы ее можно было делать просто в руках, не используя никаких приспособ, матриц, станков, чтобы не нужно было долгий процесс для сборки. И, короче, я такую штуку придумал. Сделал пуговицу двух видов, на ножке и с дырочками. Сейчас я вам покажу это все в действии. В результате сделал еще и патенты на это изобретение. Знаете, смотрите, вот эти две пуговицы. Одна на ножке, вот она вот такая. И с дырочками. Значит, моя идея была в чем. Буду рассказывать отдельно по каждому виду. Вот, допустим, вот эта, которая на ножке. Значит, собирается, как я уже говорю, просто в руках, без использования каких-либо приспособ. Сейчас поставил специально тонкую ткань, декорирующую вот эту вставку, для того, чтобы я ее мог разобрать. Потому что, если я поставлю туда что-то плотнее, типа Кашемира, то я уже ее так просто не разберу. Значит, вот, вот эта пуговичка, она полностью готова к использованию. Показываю, из чего она состоит. Значит, нажимаю. Нам, случайно, надо приложить усилие. Вот, имеем три элемента. Кольцо наружное, которое может быть разного цвета. Допустим, золотое, серебряное, черное, белое. Или какого-то нейтрального цвета, да. Либо в цвет одежды, который вам нужно. И, я называю, грибок. Центральная часть с ножкой. И, сам декорирующий элемент, в данном случае, это просто ткань. Собирается пуговица. Сейчас покажу. Очень просто. Очень легко. Просто накладываем ткань на кольцо. Ставим грибок. И зажимаем до щелчка. Все. Как видите, я одной рукой сделал пуговицу. Вы сможете такое повторить? На турецкой или китайской фурнитуре. Так. Теперь показываю эту пуговичку. Тут, опять же, эти пуговицы сделаны на 3D принтере распечатанной. Потому что я сначала сделал модели в Солиде. Своем любимом. Вот. Модели уже, чтобы пощупать ее в руках, пришлось сделать на 3D принтере. Но прозрачного пластика я не нашел. Печатал, как им есть. Но идея такова, что вот эта пуговица на две дырочки, она должна быть абсолютно прозрачна. Тогда цвет декорирующего элемента мы будем видеть сквозь нее. Ну, тут даже видно, что внутри поставлена розовая, в данном случае, бумага. А вообще может быть все, что угодно. И ткань, и бумага. Просто нитки намотаны в середину, да. Бисер насыпанный. Можно использовать в рекламных целях. То есть, тут может быть логотип вашей компании. Все, что угодно. Очень удобно. Вот эта пуговичка сбой. Сейчас я ее разберу. Ее одной рукой не разобрать. Я вообще поставлю на паузу. Так, вот она уже разобрана. Смотрите. Тоже состоит из трех частей. Нижний. Декорирующий элемент. В данном случае бумага. И верхняя часть. Она тоже может быть разного дизайна. То есть, вы понимаете, что верх может быть разный. Тут разные узоры могут быть сделаны. Все, что угодно. А нижняя будет, допустим, для всех одинаково. Значит, смысл в чем? Берем пуговицу. Вставляем декорирующий элемент. Ну, это верх пуговицы. Лицевая ее часть, скажем так. Поставили ее в середину. Берем нижнюю часть. Совмещаем. И просто делаем вот так. До щелчка. Щелк. Все. Пуговица собрана. Как видите, я это сделал одной рукой. Никаких матриц. Ничего я не использовал. Для того, чтобы получить готовое изделие. Мне кажется, очень удобно. Очень интересное предложение. Я был бы рад, чтобы это мое изобретение пошло в жизнь. То есть, если кого-то заинтересует, из коллег-швейников, пожалуйста, пишите в личку. Что-то будем думать. То есть, сейчас дело стоит за тем, чтобы сделать матрицы. Для того, чтобы можно было вылить из пластика вот эти детали. Своё изобретение я назвал A-Button. От английского Assembled Button. То есть, сборная пуговица. Буду рад, если моя разработка поможет в вашем бизнесе. Обращайтесь мне в личку. Пишите предложение. Попробуем что-то сделать вместе. Я думаю, это неплохая новинка на рынке. Такого ещё ни у кого нет. Всё. Всем привет. Пока.